Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодняшний выпуск мы посвящаем 90-летию Московской области, которое отмечается в 2019 году. Говорим о самых разных событиях, о самых разных организациях и о людях, которые делают нашу жизнь спокойнее. Вот такая подводка у меня к сегодняшнему гостю. Это Виталий Васильевич Богданов, директор муниципального учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112 городского округа Люберца Московской области. Здравствуйте! Добрый день! Давайте сразу разберемся в цифрах, тем более, что, забегая вперед, скажу, именно эта ЕДДС-112 городского округа Люберца победила в одном важном событии, о чем нам расскажет Виталий Васильевич. Но прежде давайте разберемся в цифрах. Когда-то давно, в советские времена, было 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. У них там было 112. И все это как-то связывалось с какими-то службами срочного реагирования. Ну, когда уже, как говорится, срочно надо принимать решение. Что сегодня такое 112 и что такое Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112? В чем разница? Давайте тогда немножко вернемся к истории создания нашего учреждения. И тогда многое станет понятным. Нашим телезрителям, я думаю, полезно будет знать, чем же в результате отличаются по характеру, по функциям и задачам все наши оперативные службы. Значит, наше муниципальное учреждение было создано в январе 2015 года на базе отдела ЕДДС Управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций администрации тогда еще Люберецкого муниципального района. Значит, 1 января дежурно-диспетчерский персонал и материально-технические средства, главным образом технические системы управления, связи, оповещения были выведены из состава администрации и переданы на баланс нашего муниципального учреждения. Основной целью создания данного учреждения в соответствии с решением правительства было создание и развертывание в Московской области беспрецедентного на тот момент пилотного проекта с точки зрения масштаба его реализации, как развитие и создание системы 112 Московской области. Собственно говоря, полностью по Московской области в рамках единого формата на одном программном обеспечении, на одном софте была выстроена очень технически сложная и, безусловно, социально значимая система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Правильно ли я понимаю, что раньше вызывались только Люберцы, близлежащие города и поселки, а теперь это как бы единая по Московской области система, правильно? Да, она общая, она единая, но она привязана, безусловно, к тому местоположению звонящего. То есть если я нахожусь в городском округе Люберцы? Совершенно верно. Да, а если я, например, выехал за его пределы, то передается уже... То в соответствии с локацией ваш вызов будет принят и передан через операторов связи, через вышки, тому диспетчеру системы 112, которая работает на данной территории. Хорошо. Вот теперь скажите, в чем разница между службой 112 и вот между единой дежурно-диспетчерской службой уже такой глобальной. Я понял вас. Значит, единая дежурно-диспетчерская служба, ЕДДС, так называемый, то, что в обиходе мы знаем именно под этой аббревиатурой, является органом повседневного управления муниципального звена Московской областной системы предупреждения ликвидации ЧАЭС. То есть это та служба, которая с наступлением военных действий, будь то чрезвычайной ситуацией, обязана в первую очередь принять от субъекта, то есть от уполномоченного органа Московской области сигнал, в первом случае, если дело касается военной опасности и военной угрозы, по гражданской обороне, довести их, безусловно, в первую очередь, до руководства муниципального образования, до главы, и до всех руководителей, которые в силу их допуска или отношения к мобилизационному заданию, обязаны быть проинформированы, которые должны своевременно получить сигналы гражданской обороны. То есть вы посредники между Министерством ЧАЭС и вот этими руководителями. А не проще было бы, чтобы МЧАС напрямую выходила на руководителей? Странно, зачем такая организация, которая будет посредником? Дело в том, что ИДДС – это муниципальная структура. МЧС – это федеральный орган исполнительной власти. И, безусловно, должна быть обеспечена некая информационная модель взаимодействия гражданских органов и федеральных органов. То есть вы являетесь представителем МЧС, правильно я понимаю? Да. Оперативное взаимодействие ДДС осуществляется с Центром управления кризисными ситуациями, Главным управлением МЧС России по Московской области. Это наш основной информационный партнер, через который мы взаимодействуем с Министерством чрезвычайных ситуаций. Сразу на примере, просто сейчас популярны всевозможные фильмы вокруг, скажем, страшной катастрофы в Чернобыле, да, но если мы берем, да, некий художественный образ, то если не приведи, господи, что-то подобное случится, то вы принимаете решение, то есть через МЧС, и вы ставите руководство в известность, и руководство какое-то решение принимает, исходя из того, что вы говорите, или исходя из того, что говорит МЧС? Да, вот это очень важный момент, потому что если мы информируем Центр управления кризисными ситуациями о тех событиях, которые произошли, будь то кризисные события, нештатные, чрезвычайные происшествия или чрезвычайные ситуации, для того, чтобы они имели возможность оценить масштаб бедствия и привлечь необходимые дополнительные силы и средства в Московской области, потому что имеющиеся на территории муниципалитета силы и средств может не хватать. Это взаимодействие в звене ЕДДС ЦУКС, областного главка. Теперь вторая задача. Алгоритм управления во все времена был един. Оценка обстановки, принятие решения, постановка задач, контроль исполнения. Соответственно, одной из основных задач ЕДДС, как органа повседневного управления системы предупреждения ликвидации ЧАЭС, является сбор, анализ и передача информации. То есть мы должны своевременно не только в ЦУКС передать информацию, ЦУКС это центр управления кризисными ситуациями, главным управлением ЧАЭС России по Московской области. Но мы должны в первую очередь обеспечить всей необходимой информацией органы местного самоуправления, для того, чтобы они имели возможность оценить масштаб бедствия и принять эффективное управленческое решение. Либо на предупреждение, либо на ликвидацию ЧАЭС. То есть два вектора. Один вектор в МЧС, другой вектор в руководство городского круголюберства. Да, параллельно, естественно, осуществляется взаимодействие и донесения рассылаются в дежурную службу губернатора, соответственно, в министерство ЖКХ. То есть те профильные министерства и ведомства, которые тем или иным образом могут быть привлечены или должны быть проинформированы о сложившейся ситуации. Специфика нашего муниципального района, нашего муниципального образования такова, что городской круголюберцы является одним из самых плотно заселенных регионов России. Такой плотности населения, как в Люберцах, нет нигде. Да, значит, при площади 120 квадратных километров на сегодняшний день количество многоквартирных жилых домов у нас превышает 2100. И что-то в этом неправильное, правда? Ну, это... Слишком много построили, да? Это скорее свидетельствует о том, что у населения повышенный интерес к данному региону и покупательная способность жителей позволяет строить свое жилье. А с точки зрения ЕДДС и вы, как представители МЧС, если в городе такая плотность, насколько это безопасно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Я к чему просто веду? Городской круголюберцы, понятно, вы говорите, что он самый плотный, но ведь идут стройки, и стройки продолжаются и здесь, и в других регионах. Вы можете повлиять на МЧС, на руководство того или иного региона, я имею в виду ваша аналогичная служба, что надо меньше домов строить, что в случае возникновения непреди, господи, каких-то ЧС, просто у вас не будет возможности оперативно вывести людей, эвакуировать. Ну, мы влиять, безусловно, на это не можем, потому что санитарные нормы при строительстве, они соблюдаются, соответственно, наша задача заключается не в том, чтобы политические решения принимать, а сколько быть в состоянии своевременно проинформировать население о надвигающейся катастрофе, либо неблагоприятных метеоусловиях, потому что мы все являемся очевидцами того, насколько на сегодняшний день количество техногенных и природных катастроф увеличилось в сравнении с тем, что мы имели возможность наблюдать там 10-20 лет назад, а люди старшего поколения, может быть, то, что сейчас стало нормы жизни в свои молодые годы и воспринимали как некое чрезвычайное событие вселенческого масштаба. Ну, согласитесь, Виталий Васильевич, что раньше просто об этом не рассказывали, а теперь у нас о любом пожаре известно, и о серьезном, и несерьезном, и так далее. То есть информация, она просачивается, даже если ее пытаются как-то, каким-то образом скрыть, ну, или придать ей меньший статус. И потом, согласитесь, мы тоже уже приучены желтый уровень опасности, там, в Москве, например, красный уровень и так далее. Хорошо, понятно, скажите, пожалуйста, кто входит в вашу службу, сколько работает у вас людей, и каким образом население может повлиять на ее работу? Ну, вот если действительно они почувствовали... Да, тогда вернемся коротко к инфраструктурному построению учреждения, значит, изначально учреждение было построено по следующему принципу. Две оперативные службы ЕДДС, как базовый орган управления, он же является в силу своей специфики и значимости центральным звеном системы оперативно-диспетчерского управления на территории муниципального образования. То есть одной из задач ЕДДС является координация и взаимодействие со всеми аварийно-диспетчерскими службами, кроме экстренных оперативных служб, которые объединяет система 112, для того, чтобы в кратчайшее время привлечь те силы и средства данных организаций, будь то ресурсоснабжающие организации, там водоканал, теплосеть, электросеть, либо экстренные оперативные службы, потому что зачастую необходимо одновременно обеспечить присутствие многих из них. Я так понимаю, что вот служба 112, которую мы еще воспринимаем, как остановился, срочно позвонил в скорую помощь МВД и так далее, это немножко отдельно, или это является подразделением? Это правильнее назвать подразделением, потому что основной задачей системы 112 является сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы, потому что зачастую, я не зря об этом ранее упомянул, необходимо присутствие на месте происшествия, наличие двух, трех, а иногда четырех и более служб. Оператор системы 112 за счет своих технических возможностей может одновременно обеспечить селекторную связь и информирование путем передачи информационной карточки в течение нескольких секунд сразу всех. На сегодняшний день система 112 объединяет следующие экстренные оперативные службы. Это то, что мы понимаем и знаем, как 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, общеизвестные, службу антитеррор, МЧС само собой, и поиск потеряшек в лесу. Это очень такая интересная программа, которая связана с возможностью определения местоположения. Мы вернемся к нашему с вами разговору. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях директор муниципального учреждения Единодежурно-диспетчерской службы системы 112 городского округа Люберца Московской области Виталий Богданов. Это программа «Открытый диалог». Продолжаем наш сегодняшний разговор с Виталием Богдановым, директором муниципального учреждения ЕДДС-112 городского округа Люберца Московской области. Итак, мы выяснили, что существует глобальная единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, в которую частью входит и та знакомая нам, скажем так, служба 112. Мы ее знаем, по крайней мере, если вы передвигаетесь из одного города в другой, то всегда есть такие специальные знаки, где написано 112. В том случае, если что-то с вами произошло, мы туда дозваниваемся. И вот скажите теперь вопрос, который мучает всех. Если не прийди, господи, ну давайте такой более-менее спокойный вариант представим. Зима, ну и еще не минус 20, то ли закончился бензин, то ли пробки и так далее и тому подобное. То есть мы понимаем, что здесь нужна и скорая помощь, и, наверное, дорожная инспекция и так далее. И вот вы находитесь где-нибудь на территории городского округа Люберца Московской области, в самой дальней точке, скажем так, или в Московской области между разными регионами. Вы набираете 112 или можно набрать, например, скорую помощь? Короткие телефоны 01, 02, 03 и 101, 102, 103 были изначально с вводом в эксплуатацию системы 112 сохранены для того, чтобы люди имели возможность не только выбора, но и... По старой привычке. По старой привычке, да. То есть все это 112? Силу ментальности, да. Соответственно, на сегодняшний день я могу совершенно точно сказать, это официальные данные Московской области, что порядка 90% вызовов экстренных оперативных служб осуществляется по единому номеру 112. Правильно я понимаю, что придет скоро время, что 01, 02, 03 идет в прошлое, мы будем набирать 112, и вот все чрезвычайные случаи нам помогут решить это. Это логично, потому что построение системы и работа ее по принципу одного окна, она нам понятней, она нам ближе, и она намного функциональней. У нас есть 8 секунд, в течение которых оператор в обязательном порядке ответит. Если по причине загруженности операторов в муниципальные службы все заняты, ну, допускаем ситуацию, какая-то... То есть такая ситуация может быть? Бывает, да, конечно. Что нехорошо? Да, несомненно, конечно. И вот из опыта, скажем так, кризисных ситуаций, связанных с неблагоприятными эти условиями, ураган в частности, были пиковые периоды, пиковые часы, когда за 4 часа в службу поступило 3,5 тысячи обращений. Соответственно, 7 операторов физически не в состоянии одновременно их обслужить. Поэтому... Сколько операторов? 7. Да, и в Московской области есть норматив. Один оператор обязан обслуживать 50 тысяч населения. Соответственно, население 300 тысяч. Все, понятно. 6, 300 и более 7. Соответственно, 350 перевалит. 8. Будет 8. 8 секунд для того, чтобы принять вызов. 70 секунд есть на то, чтобы... 70, да, это норматив. Для того, чтобы обработать вызов и принять все необходимые... Совершить все необходимые коммуникации для того, чтобы привлечь те экстренные оперативные службы, которые необходимо в данной ситуации задействовать. 78 того секунд. Да, и того 78 секунд. Соответственно, ни по одному из любых доступных способов вызова экстренных оперативных служб, тем более надо принимать во внимание, что зачастую человек находит в состоянии аффекта, либо он растерялся в силу того, что он не понимает, что делать. Вот. То тут еще больше времени тратится на то, чтобы спасти те драгоценные секунды, ценой которых может быть человеческой жизни. Поэтому мы очень часто и напоминаем жителям, что, несомненно, мы готовы, и мы всегда примем любой вызов, чего бы он ни касался. Но убедительно просим вас помнить о том, что служба 112 существует для приема вызова экстренных оперативных служб в случае угрозы жизнью и здоровью. А звонки бывают разные, к сожалению. Звонки бывают разные, безусловно, мы их принимаем. Именно по этой причине в свое время, в прошлом году по распоряжению вице-губернатора Московской области Дмитрия Владимировича Пестова в рамках пилотного проекта, мы единственные в Московской области, осуществили полную информационную интеграцию с единой диспетчерской службой ЖКХ городского округа. Для того, чтобы сберечь то драгоценное время, которое нам необходимо для принятия мер в случае каких-либо ситуаций, связанных, как я уже сказал, с угрозой жизни и здоровью, мы имеем возможность на сегодняшний день электронную карточку, а у нас вся передача информации осуществляется последствия передачи электронных карточек. Поэтому все это пишется, хранится 10 лет, и, соответственно, в случае, когда компетентным органам нужно что-либо посмотреть, прослушать, делают запрос. То есть если вы топите соседей, то не обязательно звонить в 112, а если все-таки позвонили, вы отправляете... Совершенно верно. Мы бьемся за каждую секунду. Большим нашим достижением Московской области является то, что нам удалось за первые годы сократить время реагирования не менее чем на 2 минуты. Может быть, это связано с тем, что люди не очень хорошо знают, куда им звонить, когда трубу прорывают? Они вот знают, что 112 вроде бы как про все, а про трубу, может быть, не знают. Нет, не про все. Дело в том, что... Они так думают. Многие так, к сожалению, думают. Многие думают несколько иначе. Они знают, что 112 всегда ответит. А, в этом смысле. Единственный телефон, который не будет, ожидайте, да? Да. И вот здесь хотелось бы, чтобы люди не злоупотребляли этим. Потому что кому-то реально, может быть, нужна помощь. А мы в этот момент, не имея права прервать собеседника, потому что, понимаете, люди в возрасте, нужно с уважением относиться к возрасту, слушать. Не всегда можно и нужно перебивать. А это время. Соответственно, мы, занимаясь не только информированием населения о работе системы 112, занимаясь ее популяризацией, мы каждый раз рассказываем еще и о том, предупреждаем детей в школах особенно, о том, что нельзя заниматься радиотелефонным хулиганством. Нельзя звукотреблять. Да, такое, к сожалению, бывало. И, к сожалению, наверное, до конца это невозможно искоренить. Но хотелось бы. Я вернулся бы к тем всеми людям, которые принимают звонки. Ведь это должны быть очень подготовленные специалисты, потому что это и психологически сложно, и физически иногда сложно, если, как вы говорите, нагрузка возрастает. Ну, мы открытая структура. Мы рады всегда видеть всех. Мы, более того, формируем постоянно кадровый резерв. Учитывая то, что у нас работает в системе 112 женский персонал. Люди разного возраста. Кто-то уходит в декрет, кто-то, как вы видите, не выдерживает. Здесь, с одной стороны, мы говорим, что оператор должен быть чутким и внимательным. С другой стороны, он должен иметь некий иммунитет для того, чтобы все это в себе не накапливать. Иначе, выражаясь языком физики, может перейти человек в состояние на критическую массу. И не выполнить, кстати, поставленную задачу. Одно неточное высказывание, один неточный в разговоре звонок. Цена ошибки очень велика. Несмотря на то, что над каждым оператором три уголовных статьи существует. И самая большая опасность, ошибка, например, в адресе. То есть человек должен обладать очень высокой грамотностью. Он должен компьютерной грамотностью обладать. Необходимой скоростью печатания. Не пропускать буквы, правильно писать. 200 знаков в минуту. Это требования. То есть это те нормативы, которые люди сдают при трудоустройстве. Поступлении на работу. У наших коллег, если не память не изменяет Дзержинском, была однажды ситуация, когда оператор ошибся в номере дома. Всего лишь одной цифрой. И скорая помощь, приехав туда, соответственно, выяснила, что они прибыли не по указанному адресу. Пока они возвращались к тому дому, который был нужен, человек умер. Вот каково потом оператору с этим ходить. Но поскольку там еще система на тот момент не была введена в промышленную эксплуатацию, соответственно, тогда эта ситуация, слава богу, не завершилась уголовным делом. Сегодня разве мы не застрахованы от такой ошибки? Вместо пятерки будет шестерка. И точно так же может умереть человек. Именно по этой причине, несмотря на всю нагрузку на операторов, как по количеству обращений, так и по психологической нагрузке, я могу сказать, что, учитывая количество населения на территории городского округа Люберц, мы являемся одной из самых нагруженных служб. Это вот как бы мы всегда вверху по количеству звонков, поступающих и обрабатываемых в течение суток от граждан городского округа. Если мы в целом по итогам месяца отрабатываем всегда за 30 тысяч обращений, значит, у нас вот на сегодняшний день по состоянию на понедельник было более 320 тысяч. Это еще плюсом к этому 250 с лишним тысяч принято ЕДДСЖКХ. Итого вот за этот период по совокупности двумя службами принято без малого 600. Это за какой период, уточните? Это с 1 января, да, вот по... У нас, к сожалению, не так много времени, я хотел бы, чтобы вы рассказали, в чем вы выиграли. А. Это же самое главное, с чем вас хочется поздравить. С главным управлением МЧС Московской области, в целом, как и самим министерством, проводится смотр-конкурс. Попросту говоря, это подведение итогов деятельности ЕДДС муниципальных образований в течение года. Ежемесячно у нас подводятся итоги. Причем они подводятся как в рамках работы ЕДДС, связанной с отработкой всех мероприятий, совместно с ЦУКСами, командно-штабные учения, тренировки. И нам ЦУКС дает вводную, например, взрыв бытового газа. Мы отрабатываем с ними весь порядок действий, которые... Кажданская ворона. Да. Да. Соответственно, есть федеральный уровень. Еще, я не знаю, будут ли нас заявлять на федеральный уровень от Московской области. Там поспорить. Да. Мы готовы побороться за лидирующие позиции, потому что с момента создания мы устойчивы всегда в тройке. Но вот сейчас вы выиграли... Кубок нам вернется в этом году второй раз. Первый раз нам вручили кубок по итогам 2015 года. А теперь по итогам? Теперь по итогам 2019 года. В прошлом году... А кубок как называется? Кубок чего? Или просто кубок? Кубок лучший ЕДДС Московской области. По итогам года. Он переходящий. Значит, в прошлом году лучшей в области стала наша служба 112. И вот мы так вот каждый год... Будут премии? Я думаю, обязательно в порядке. Администрация в этом плане... Готовится. Да, нам всегда идет навстречу. Вот одним из больших событий 2019 года явилось то, что мы переехали в новое помещение. Администрация помогла нам, нашла, изыскала средства в бюджете. Глава очень внимательно относится к вопросам нашего развития как технической оснащенности, так и профессиональных навыков. Ну, а в завершение скажите, какой был самый, ну, может быть, на вашем веку самый интересный звонок на 112? Самый, может быть, необычный какой-то? Маму зимой трехлетний мальчик, когда она вышла вешать белье на балкон, закрыл на балконе. Она с балкона крикнула про прохожему, тот позвонил на 112, мы вызвали спасателей, соответственно, таким образом вернули маму в квартиру и нашкодившего ребенка... Замечает. Ну, он же, наверное, не хотелось бы ничего такого сложного и опасного сделать. Большое вам спасибо, Виталий Васильевич. Дело важное, дело нужно. Конечно, продолжайте в том же духе о нашим гражданам. Напомним, что 112 – это служба, к которой вы всегда можете позвонить. Запоминайте уже этот номер, потому что это то же самое, что 01020304, но когда ты много цифр держишь в голове, все равно вы попадаете на 112, и вам помогут. Только помните, что звонить все-таки нужно по важным событиям, по чрезвычайным событиям. Ну и, конечно же, пожелаем всей единой дежурной диспетчерской службе системы 112 городского округа Люберца Московской области и дальше удерживать кубок в своих руках. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». Мы посвятили ее 90-летию Московской области, в которой работает эта самая единая дежурная диспетчерская служба. С вами был Николай Пемненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин